Завтра будет тест-драйв на Енисея. Эта лодка – самое большое и заметное произведение в городе мастеров. Артём Парахин из Курагинского района сделал её для себя. Она не продаётся, но подобные судно-ручной работы будут стоить от 8 тысяч евро. Конечно, мало кто имел в кармане такую сумму, зато интересовался лодкой каждый второй. Это осина или тополь, прошита еловыми корнями, нарощен борт из еловой доски, сиденья, ручки и переборки из сливы. Сколько времени ушло? Я её делал один месяц, плюс она ещё сушилась два месяца. А это что? Ещё одним открытием для городских обывателей стал самовар из кедра. Казалось бы, как можно кипятить воду в деревянной посуде, но в городе мастеров возможно и такое. Привкус кедры, всё остальное. Там уже добавляйте сами как по вкусу. Можно со смородиной, сейчас можно фито-чаев, какие только. Вы дома пользуетесь так? Естественно. Сборка материала, сушка. Вот из какого? Сосна и елки. Большей частью у нас аутентичные туеса. Это такое модное слово. На самом деле это настоящие туеса, сделанные по традиционной технологии. Можно попить квас. Прямо как и термос хороший. Мы с утра вот залили, и он до самого вечера, он прохладный остаётся. Тегоненько помылил, и всё, и пользуешься одновременно как лёгкий скраб. Вот она. А что это сверху? Это шерсть. Это волок, ручную работу, авторская шерсть. То есть вариант варен, да. Авторская шерсть? Ну, авторский волок. А вот это вот самодельные виллы, самодельные. Там коса и серп, чтобы его стянуть с лошади и заколоть. Вот. А есть такие виллы. И это вот я посвятил память о 200-летии победы России над Францией. Что касается национальных музыкальных инструментов, то ими в городе мастеров можно было снабдить не один ансамбль. Причём некоторые служат не просто для извлечения звуков. Люди его приобретают для того, чтобы, ну, как работать с ним, да, работать, как и духовно. Также он нужен для себя, вот для личностного роста, то есть какие-то проблемы. Бубин, он помогает, то есть, в принципе, психолог не нужен. Это «Колимба» называется. Сейчас он уже распространился везде уже, можно сказать, не только в Африке. Больше мастеров, а значит, больше интересных вещиц, пожалуй, никто не уходил отсюда с пустыми руками. Ещё никогда на шушенской земле не собиралось стольких умельцев со всей России и даже зарубежья. Формат расширился, формат улучшился, формат стал более приближенным и декоративно-прикладному творчеству в том числе. Поэтому наряду со всеми традиционными площадками, традиционными формами мы в этом году дали возможность городу мастеров расшириться не только по площади, но и по количеству техник, которые они представляют. Там есть и традиционные, и дизайнерские, инновационные вещи какие-то. Мастера не только торговали своими творениями. Хотите приобщиться? Пожалуйста! Бесплатные мастер-классы по рисованию, плетению из бересты и другим ремёслам ждали гостей в течение всех фестивальных дней. Возможно, после таких уроков мастеров в следующем году станет ещё больше. Получилось!